дорогие друзья у нас сегодня интересный гость юрий гимельфар известный блогер известный не только в израиле где он находится но и в украине в россии соединенных штатах везде где есть русскоязычное пространство и поговорить с ним я хотел бы сегодня о блогерстве о перетекании информации из разных источников значит как это происходит ну давайте начнем с израиля юрий вы известный блогер израиля страна маленькая тем не менее вот или вам эти рамки мало так сказать слишком вас ограничивают поэтому вы участвуете в информационном пространстве и в россии в украине и в германии в сша теперь уже и в грузии и в турции что это такое быть блогером в израиле ну я бы вот как раз в этом месте константин натанович при всем уважении с вами бы не согласился потому что современном мире ограничить вот ставить такие рамки вот это израильский блогер вот это российский блогер вот это американский блогер нельзя потому что информ пространство она интернационально выражение о том что мир глобален это не оборот речи это на самом деле так понимаете человек может сидеть хоть в антарктизе хоть попула новой гвине но тем не менее обсуждать грузинскую повестку украинскую повестку и это совершенно нормально если быть точным я блогер русскоязычного пространства на физически находящийся в израиле и понимаете проблема то здесь не в том где человек находится проблема в том что к сожалению на сегодняшний день мы действительно вынуждены признать что идет информационная война и русскоязычное пространство его давят очень жестко и давят опять же к сожалению вот пригожинские тролли и давят очень сильно в результат чего голоса приглушаются есть организационно-технические методы как это делать это действительно правда так оно и есть но говорить о том что вот я израильский блогер или еще какой то ну с моей точки зрения это сужать рамки мы уже в другом мире живем мы ушли от этого вот как так и я не могу с вами согласиться юрий я очень хорошо знаю что такое информационное финансовое пространство в израиле один мой хороший знакомый предприниматель миллиардер переехал в израиль и пытался структурировать бизнес из израиля и не только в израиле но в других странах и ему было довольно жестоко так сказать указано что присутствовать можно вести бизнес можно но этот бизнес должен быть небольшим прозрачным лучше покупать компании израильские на уровне там 5 максимум 10 процентов ему показалось что это ограничение его свободы он приобрел большую компанию и не в израиле и в результате в течение следующего года он потерял все деньги которые вложил в эту компанию то есть государство израиль находится в очень особом положении это государство окруженное врага окруженное демократическое государство существующие ну фактически в антидемократической среде или не вполне демократической вот и насколько я знаю израильские блогеры очень осторожны вот и считать их какими-то так сказать интернациональными блогерами ну пожалуй нельзя кстати как из израиля видится события в грузии вы наблюдаете за ним да конечно я вот уже третий день подряд выпускаю ролики под общим названием события в и ставлю дату это события в грузии опять же все это зависит от отношения конкретных людей к грузии и к россии к сожалению я вынужден признать что в израиле путинская пропаганда она достигла своего и действительно многие люди особенно пожилые они за свои деньги реально они покупают ради подписку на российские каналы и они их смотрят и результаты я вижу вы понимаете из израильтяне люди очень общительные то есть достаточно буквально пять минут поговорить человеком вы уже дальше лучшие друзья вы рассказываете друг другу обо всем и вот я беседую с людьми и наблюдаю что пожилые люди они вот мне иногда говорят вот как под копирку они просто цитируют российское телевидение в частности раз что да и госпожи симонян это увы правда это так оно и есть и когда им говоришь ну что же ты повторяешь вот этот бред а я не смотрю российское телевидение то есть понимаете получается вот такая интересная коллизия признаться в том что человек смотрит российское телевидение это стыдно это плохо это как малыш отрицает что он обмочил штанишки но с другой стороны с другой стороны они вот это повторяют и это просто видно что вы хотите когда я реально слышу когда мне повторяют вот это тезу про биолаборатории я не шучу это вы за люди которые 20-30 лет прожили в израиле они начинают мне повторять но людям люди в возрасте они повторяют мне про биолаборатории про нацистов в украине про ну чё я буду это все повторять в это не хуже меня на самом деле на самом деле это было бы невозможно такое глубокое проникновение пропаганда российской если бы она не поддерживалась средствами массовой информации самого израиля насколько я сужу и слежу за этим средства это не только пропаганда через российское телевидение это пропаганда через некоторые средства массовой информации самого израиля через некоторых блогеров то есть насколько это проявляется у вас вот интересно противостояние с блогерами агентуры московской по существу в израиле я сейчас не о пригожине а именно вот этом противостоянии сильно ли она она не очень сильно но она есть тут следует понимать что в израиле значительная часть людей они очень косно смотрят на вещи что я имею ввиду то есть вот когда начинаешь говорить про российскую агрессию про то что вытворяют российские войска бучер пение про начинаешь им говорить про мариуполь я с огромным удивлением наблюдаю и то что начинают мне говорить а вот во времена богдана хмельницкого к евреям относились нехорошо а вот господин петлюра к евреям относился нехорошо это сатара и так далее так далее так далее то есть понимаете когда людям начинаешь говорить ну помилуйте когда жил гетман богдан хмельницкий который полностью поддерживаю поспешу согласиться действительно делал с евреями нехорошо и творил всякие разные безобразия но когда это было это был 17 век люди не слышат они у них голове сформировалась и те антисемиты и эти антисемиты причем что самое интересное это парадокс действительно есть такая точка зрения в израиле к счастью она не очень многочисленная но она есть что преступление советской власти против евреев в частности убийство соломона михойлса разгром еврейского антифашистского комитета запрет идише и еврита дело врачей разрыв дип отношений с израилем ограничение на поступление за фактически запреты на профессии для евреев это меньший грех в их глазах чем то что творил богдан хмельницкий когда-то в украине и рассуждение о том что когда им говоришь ну ребят но история эта динамика ну рассуждая таким образом можно продолжить вашу логику сказав что огурцы это смертельный яд потому что все кто сто лет назад ели огурцы они уже умерли следовательно ни в коем случае ешьте огурцы потому что они смертельно опасны для вашего здоровья и вот они это не понимаю кто это ваша задача ваша задача блогера разъяснять это рассказывать об этом что тут удивить вы противостоите достаточно мощный хорошо организованный пропагандистской кампании которая дала серьезные корни и в израиле в штатах в странных штатах это очень большая проблема агентурная сеть российская советская потом российская те же самые проблемы есть в израиле тот в то в те времена когда началась массовая иммиграция на самом деле с момента создания государства израиль желание создать агентурную сеть влиять на политику израиля со стороны советского союза а потом россии было огромным чё ж тут удивляться что это все таки было достигнуто ну в какой-то степени и сегодня это тоже работа но через пропагандистскую кампанию вы просто получаете результаты с которыми ну надо бороться постепенно методично к сожалению константин натанович в этом вопросе я вынужден при всем уважении с вами не согласиться основная масса подобного рода персонажей которые вот рассуждают так как я это описал это не агенты влияния это религиозные люди как правило это ортодоксы как мы знаем ортодоксы люди очень косные я не ругаю их но я признаю то что есть на самом деле это очень косные люди и вот то что было в семнадцатом веке они это переносят на 21 век то есть это люди которые отрицают главное динамику мышления эволюцию то есть они не признают что народ и нормы общества в данном народе могут эволюционировать к чести украинского народа мы опять же мы обязаны признать украинский народ за последние не то что сто лет а за последние 40 лет эволюционировал с такой скоростью которую помилуйте истории еще не знала от а петлюры согласно поспешу согласиться до президента еврея владимира александровича зеленского и это правда такой эволюции даже америка не знала ну да здесь очевидно что состояние общество в украине было очень похоже на состояние общество в россии это одни и те же советские имперские корни не удивительно что граждане украины свое время подавляющее большинство проголосовало за сохранение советского союза потом правда за независимость через а потом какой полгода через пять месяцев а потом против нато референдум показал да что а потом как-то включился механизм обучения скажите пожалуйста какие специфические израильские проблемы сейчас интересуют ваших слушателей зрителей ну израильские проблемы это безусловно вот это судебная реформа в отношении которые сейчас идут такие баталии что мама не горюй я напомню что сейчас премьер биби нетаньяху и правящая коалица они проталкивают закон согласно которому верховный суц справедливости израиля богатся он не сможет на будет лишен права наложить вето на любой закон принимаемый правительством я напомню что в израиле нет конституции нет конституционного суда и функции конституционного суда исполняет богатство верховный суд про высший суд справедливости израиля если это будет сделано то тогда у правительства будут развязаны руки для того чтобы но делать то что они хотят вот именно против этого сейчас израильтяне очень жестко протестуют это правда ну похоже события произошли только что в грузии и очень печально закончили для иванишвили для его окружения для тех кто попытался ужесточить режим какая сегодня ситуация в грузию если у вас вот последние сведения пока вот сейчас ситуация она подвешена в неопределенном состоянии значит соломезу рубишвили президент грузии уже пообещала что она наложит вето на законопроект об иноагентах однако протестующие не разошлись соответственно партия грузинская мечта или единая грузия или единая россия практически ну на три четверти пророссийская партия это их был законопроект они уже согласились отозвать законопроект который они приняли в первом чтении после этого протестующие выдвинули второе требование освободить всех задержанных в ходе акции протеста пока непонятно освободили или нет но протестующие уже сейчас выдвинули требования о том что правительство должно уйти в отставку и должны быть назначены досрочные парламентские выборы и в общем то это правильно тем более что давайте мы не будем забывать что заявила только не удивляетесь маргарита симоньян которая пригрозила грузии ракетным ударом по тбилиси и это в данной ситуации реальная угроза потому что если мы будем смотреть факты мы это будем вынуждены признать россии это даже чисто теоретически 140 миллионная страна в грузии 3,7 миллиона населения грузинская армия 36 тысяч пятьсот человек и практически на сегодняшний день тбилиси очень слабо прикрыт с воздуха там слабый пво и береговая оборона там тоже очень слабая то есть сейчас вот я как раз сегодня утром делал ролик на тему того что эти заявления госпожи симоньян необходимо воспринимать всерьез потому что давайте вспомним крыль наш за месяц до этого маргарита симоньян озвучивает нарратив о том что крыль должен вернуться в родной удар новороссия за месяц до этого я к вам просьба пожалуйста ну я призываю всех к этому не надо повторять глупости доказательства которые вы приводите того что она пророк и там через нее сливается информация но это очевидно а тем не менее это же не информация нанести там ракетный удар или ядерный удар по грузии это знаете как это желание блогера оставаться в информационном пространстве чем больше неадекватности тем лучше тем больше будут цитировать вот известный блогер юрий гемильфарб начинает цитировать но это в общем не очень здоровую психически девушку которые пытаются выжить пытается сохранить свое влияние в информационном пространстве у меня такой вопрос у меня такой вопрос скажите пожалуйста какой степени грузинская оппозиция структурирована вы там поближе вас правда почему-то сведения чуть-чуть запаздывают вот да интересно ваше ощущение ваше видение в какой степени она структурировано уже делают совместные какие-то пресс-конференции заявления есть ли лидер или лидеры какие партии что у вас какая информация и сожалению константин на начинает вопрос я ответить не могу я не настолько глубоко знаю внутри грузинскую кухню и не могу взять на себя смелость вот на эту тему рассуждать здесь очень много русских там очень много русских и можно устроить свое время когда россии напал на грузию 2008 году мы с валерий или не что устроили прямой мост за домом правительства я думаю давайте попробуем я с удовольствием на листов которые нам просто будут описывать эту ситуацию потому что догадываться о том что там происходит это но значит скажите пожалуйста насколько влиятельным может быть блогер из израиля если говорить о россии или о германии или о соединенных штатах до сколько у вас вас слушают в россии в германии в соединенных штатах понимаете к сожалению у меня просмотров достаточно мало хотя к моим словам прислушиваются просмотры сейчас срезаются уже по другой причине потому что есть такое понятие условное конечно технически она неправильная теневой бан на самом деле теневой бан это именно условное понятие те кнопки вот администратора ютуба что вот отправить юрга мельфарбов теневой бан ее не существует это комплекс мероприятий который понижает канал и ролики в результатах поисковой выдачи то есть меня иногда по многим вопросам просто не видят это долго рассказывать но это возможно это делается так причина это то что опять же вот я возвращаюсь к пригожинским троллям это скоординированная отправка жалоб на канал причем на именно с она скоординирована когда несколько сот жалоб идут на одно и то же и предварительно на всякий случай канал снимать монетизации это понимаете но в результате камни ролики иногда действительно люди просто не видят людям не приходили дед уведомление о новых видео но это старая проблема к сожалению она пока не решена скажите пожалуйста а вы пытаетесь использовать там какие-то альтернативные каналы рамблер рамбл извините рамбл рамбл я первый раз это новый канал это аналог ютюба довольно эффективный да ну и существует существует сейчас ну огромное количество альтернативных каналов это twitter это трусошел ну их много их у меня иногда рука встает каждый раз когда я подготовленный ролик начинаю размещать ну во многих местах значит может быть это претензия к вам но я согласен раскручиваете прекрасного блогера юрия гимельфарма вот не помогаете ему скажите пожалуйста а как внутри россии реагирует у вас есть же обратная связь с гражданами очень много троллей сейчас троллей очень много но беда еще в том что мы обязаны признать и это тоже правда что многие граждане боятся просматривать ролики тех кто говорит достаточно жестко это тоже правда потому что вы понимаете раньше было посвободнее люди ну да но они может быть они будут высказывать это в глаза начальство они будут вести свои блоги они даже лайкать не будут но хотя бы просмотреть они могут а здесь люди реально боятся и это тоже правда пример опять же и я не голословлю это пример республики которые которые проблемами которые я занимаюсь уже четыре года это республика ингушетия я просто знаю что внутри этой республики мои репортажи и вот мои репортажи с моим здоровым вот у меня есть замечательный друг или прекрасный человек ибрагим льянов он сейчас живет в европе мы довольно часто с ним освещаем проблемы ингушетии реально люди боятся просматривать и это действительно так увы я вам хочу подсказать еще несколько каналов очень эффективных которых я который я начал использовать это во первых тик ток сегодня там появляются политики с короткими экспертизами во вторых есть в рам рамы 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 ли и в ютюбе есть такие ролики short короткие ролики которые тоже надо использовать они минутные или тридцатисекундные ролики даст важной информации очень эффективное средство и средства воздействия помощи людям воздействия на их сознание приведения их в норму после воздействия жесткого воздействия пропаганды вы будете это использовать да вообще надо больше использовать именно ролики short в ютубе но надо зарегистрироваться в тик токе попробуем хорошо я тут что юрий я желаю вам успеха в вашей работе то что вы делаете это очень важно и важно для граждан израиля и для граждан россии для граждан европейских стран пожалуйста активизируйте свою деятельность не прекращайте ее боритесь спасибо константин натанч за добрые слова но и ответом будет слава украине слагера слава ассоева хиба